За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вблизи линии фронта. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, а также школа, учебное заведение. Вероятность нанесения новых ракетных ударов по территории Украины остается на сегодняшний день высокой. Противники дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих направлениях, за исключением Бахмутского, мы продолжаем вести оборонительную операцию. В течение последних суток на этих четырех направлениях произошло более 24 боевых столкновений наших войск с войсками противника. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Харьковской области. Сумскую и Черниговскую, слава богу, не бомбили. Но зато минометные артиллерийские обстрелы были нанесены во всех трех областях. Черниговской, Сумской, а также Харьковской области. Наша артиллерия борется с огневыми точками противника и пытается вести контрбатарейную борьбу, насколько мы успеваем в этих областях. На Копинском и Лиманском направлениях здесь враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского, спорного, успеха не имел. Продолжаются тяжелые бои в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области за промзону этого населенного пункта. Других изменений и никаких изменений линии фронта на этих двух оперативных направлениях за сутки не отмечено. На Бахмутском направлении здесь противник проводил наступательные действия в направлении Ореховки-Василовки. Успеха не имел, понес потери, откатился на исходные позиции. То есть они пытаются на отдельных участках наступать для того, чтобы скорее всего либо сбить темп нашего наступления, либо попытаться продавить нашу оборону, опять же для того, чтобы вынудить нас отказаться от контрнаступательных действий. Но тем не менее наши силы обороны продолжают бои на запад и северо-запад от Клещиевки. Там мы продолжаем вести активные боевые действия, имеем успех и закрепляемся на новых позициях. То есть мы потихонечку, степ-бай-степ двигаемся северо-западнее Клещиевки и мы оставили ее на южнее. Но тем не менее мы продвигаемся вглубь обороны противника. Также на Авдеевском и Марьинском направлениях здесь враг пробовал улучшить свое тактическое положение. Севернее и южнее Марьинки были попытки атаковать наши войска. Попытки оказались безуспешными. Все атаки были отбиты. И была попытка проверить прочность нашей обороны в районе Первомайского. Там произошел стрелковый бой и результата он противнику не принес. Противник понес потери и откатился на исходные рубежи. Все атаки, которые были в районе Марьинки, они отбиты. И в самом городе, кстати, тоже. На Бердянском направлении здесь враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Углидара Донецкой области. Успеха не имел. В основном здесь мы перенесли усилия огневого поражения на дистанционные способы. То есть здесь на этом направлении в основном работает наша артиллерия. И мы планомерно выносим позиции российских войск и их склады, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. Но хочется отметить на этом направлении, что много было информации, что Старомайорская, идут бои, наши войска переходят под наш контроль. Нет, они на сегодняшний день, эта информация не подтверждена официально, она не соответствует действительности. И Старомайорская пока что остается за противником. И еще раз, что на Бердянском направлении боевая активность немножко снизилась. В основном она перешла на артиллерию, на дистанционные методы огневого поражения противника. На Запорожском направлении здесь подтверждено, что силами наших подразделений освобожден населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Об этом уже официально заявила заместитель министра обороны Анна Малер. И вместе с этим она отметила, что в общей сложности, по ее словам, подразделения вооруженных сил или сил обороны Украины продвинулись в глубину обороны армии Рашидской Федерации до 7 километров. Вот такой вот успех имели наши войска. И сейчас они закрепляются на новых рубежах. Таврийское направление. Здесь противник продолжает вести оборонительные действия в основном. Враг нанес авиационные удары по району Казацкой, это Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и техники противника. Также один удар пришелся на зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками был сбит вертолет К-52. Кстати, за три дня это четвертый вертолет уже, который сбит на нашими силами обороны довольно хороший урожайца за трое суток. Также было сбито три иранских ударных беспилотника типа «Шахет» и семь разведывательных беспилотников. Подразделениями ракетных войск и артиллерий за прошедшие сутки поразили два пункта управления войсками, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава противника и военной техники и два склада боеприпасов. В итоге силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали личного состава врага 630 оккупантов. Техники врага в танках потери составили 5 единиц, боевых бронированных машин 6 единиц, артиллерийских систем 18 единиц, средств противовоздушной обороны 6 единиц, один вертолет, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, 42 автомобиля и 4 единицы специальной техники. Субтитры создавал DimaTorzok